Здесь всего находится в общей сложности 15 тысяч квадратных метров таких старых домов 40-х лет постройки, которые признаны аварийными. В свое время был заключен договор так называемых развития застроенных территорий. Согласно этому договору, инвестор должен был снести вот эти 15 тысяч, и в общей сложности должны были построить более 100 тысяч квадратных метров отличной недвижимости. Когда мы стали с этим разбираться, выяснилось, что на сегодняшний день не предусмотрены были ни садики, ни школы. Поэтому мы достаточно долго вели переговоры с инвестором. Фактически вот сейчас договорились, находимся на стадии подписания договора о том, что инвестор в случае продолжения данного контракта обязан будет, во-первых, построить два садика в общей сложности на 350 мест, а для жителей Щербинки это очень важно, потому что не хватает здесь реально мест в детских дошкольных учреждениях. И существующую школу построят пристройку, доведет ее количество учеников до 1300 мест. Вот это одно из основных условий, ради которого мы готовы встретиться и дальше с инвестором продолжать этот договор застроенных территорий. Всего у нас на территории Новой Москвы 7 таких договоров, договоры ущербники действующие. В общем-то, и то, что здесь инвестор уже один дом построил, плюс один дом находится, вы видите, в стадии строительства, мы этот договор, скорее всего, будем продолжать. Остальные все договора, где инвесторы не приступили к работе, мы их сейчас растургли решением ГЗК, потому что они были заключены именно без всяких социальных обязательств. Метр сносят, 5 метров вместо этого строят жилье, 5-7 метров строят в чистом виде жилье. Поэтому мы будем выносить предложение к мэру, так как там действительно есть аварийные дома. Мы договорились с Ильей Семеновичем Собянином, что в ближайшее время внесем на штаб по градполитике судьбу дальнейших развитий этих территорий. Скорее всего, мы за бюджет, раз эти дома аварийные, снесем и построим там за счет бюджетных средств. Это будет и быстрее, и дешевле. Нормальный срок реализации, если мы обо всем с инвестором договоримся и подпишем договора по обязательствам жесткие, то я думаю, что в течение трех лет это может быть все завершено. Сергей Семенович в прошлом году, посетив ряд садоводских товарищей, принял решение увеличить программу финансирования в два раза. У нас общий объем затрат на подводящую инфраструктуру к садовым товарищствам – это миллиард 100 миллионов рублей. По всем проектам – это как и проекты на территории Новой Москвы, значит, порядка десятка проектов, так и территории, которые находятся на территории Московской области, даже на территории у нас есть и Смоленской области, и Владимирской. То есть вообще у нас в летний отдых на территориях садовых товарищей проживает порядка 4 миллионов москвичей выезжает. Поэтому мэром было принято решение эту программу увеличить. Мы где-то строим дороги, где-то подводим электричество, где-то делаем благоустройство. То есть эта программа активно развивается. По поводу метро, сегодня как раз у нас день был посвящен, первая половина объезда была посвящена метро. Мы активно готовим сейчас к строительству ветку улицы Новаторов-Коммунарка. Три станции из этих шести, значит, они будут проходить по территории Новой Москвы. Сегодня мы посмотрели, значит, прямо проехали и прошли ногами трассировку этой станции, посмотрели, где трассировку этой линии, посмотрели, где должны быть размещены станции. И у нас еще одно сегодня возникло предложение, все-таки седьмую станцию построить на МКАДе в районе славянского мира. Потому что в данном случае сейчас на этой территории реализуется несколько крупных проектов планировки транспортных, расширение МКАДа, расширение реконструкции развязки на профсоюзной. Сегодня мы посмотрели реконструкцию развязки на Ленинском проспекте, полным ходом идет, в 2016 году будет завершена. Поэтому мы, посмотрев все эти проекты планировки, будем выносить к мэру предложение о строительстве седьмой станции. И, в общем-то, мы хотим... Сейчас мы к этому проекту пытаемся привлечь китайских инвесторов, значит, чтобы вместе с ними начать строить в 2015 году и в конце 2017 года закончить строительство. То есть у нас есть все шансы, что от улиц Новаторов до Коммунарки придет метро в конце 2017 года. На Щербинку мы метро не планируем. Здесь у нас основной объем перевозок рассчитан на железную дорогу. Реконструкции этого направления железной дороги предусмотрены. Пассажиропоток и дополнительно будут строиться дополнительные трети, где-то четвертые железнодорожные пути. И, в общем-то, основной вывоз пассажиров Щербинки будет по железной дороге. Сейчас в процессе мы как бы делаем колокольню. Надо в сроки вложиться. Все делаем, стараемся. Мы очень давно ждем этого строительства. Храм у нас маленький, в Заветинске. Вместо не хватает всем прихожанам, особенно в большие праздники. И поэтому мы попросили организацию СУ-155, которая к нам пришла на помощь. И теперь большими и огромными темпами строят наш храм. И вот обещается, что к сентябрю мы его осветим. Марушевский, сегодня вы посетили строительство храма. И расскажите, что это за храм, в какой стадии работы. У нас в рамках общего развития Щербинки, вот Михаил Дмитриевич Балакин, он непосредственно занимается как спонсорской помощью строительством храма. Более того, я уже говорил про ту проблему, которая была очень долго, нерешаемая проблема, это обманутые дольчики по улице Авражная. Значит, сегодня один из домов тоже по нашей просьбе, за счет собственных средств, эту проблему решает компания СУ-155, возглавляемая Михаил Дмитриевич Балакин. Плюс вот сегодня мы еще одно хорошее решение дали в проработку, это ветхое общежитие расселить за счет инвестора. Поэтому мы вообще очень активно привлекаем к работе на данной территории инвесторов. Тоже инвестор сегодня подтвердил свое намерение строить садик и школу за собственные средства, чего раньше не было. Так что мы в ближайшее время с ним оформим юридические документы. И Щербинка благодаря этому решению получит два новых садика и получит еще пристройку к школе, которых по размеру будет больше, чем сама существующая школа. То есть мы вообще сегодня очень не зря съездили на территорию Тинава. Значит, очень много приняли хороших решений для жителей.